Всем привет, дорогие друзья! С вами Ирина. И те, кто смотрел прошлые видео, знают, что мы переехали в Германию. Так вот, вчера мы перевезли свои последние вещи на нашу новую квартиру. Конечно, квартиру эту мы тут снимаем, и найти её было довольно трудно, но муж уложился всего в два месяца. Это для Германии, наверное, рекорд, особенно для новых эмигрантов. Так что, как-нибудь в следующих видео я расскажу, что он пообещал нашему арендодателю, и как он понравился арендодателю, и вообще, как тут найти квартиру быстрее. Ну, а сейчас я вам немножко покажу весь наш бардак и новую кухню. Итак, фактически мы на этой квартире всего несколько дней, и за это время мы успели купить кровать, собрать её полностью. Тумбочка одна шла вместе с кроватью, а вторую мы практически такую же, только немножко шире. Купили уже отдельно от кровати, совершенно у другого человека, но это комплект. Вот. Отличаются только ручки и ширина тумбочки. Не удивляйтесь, если будете в Германии, немцы любят спать на двойном матрасе. Почему-то у них все ламели практически из двух половинок, и матрасы, и часто они ещё стелят постельное бельё разное на две половинки. Ну, наверное, так любят. Вот. Это кровать 160 на два, и вот именно в размере 160 мы так и не смогли найти пока общего матраса. Ну, есть, конечно, новые, но пока что мы не спешим покупать новый. Может быть, чуть позже купим. И взяли торшер буквально вчера, взяли все люстры. Там где-то под кроватью лежат куча люстры у нас теперь. Надо их повесить, потому что когда немцы сдают квартиру, они сдают её с голыми проводами. Установлена только, если повезёт, кухня. Обычно есть также туалет и ванна. Вот. Нам повезло. У нас есть и кухня, и туалет, и ванна. Вот так выглядит наша новая кухня. Почему она новая? Старая кухня здесь простояла 15 лет. Выглядела она вот так. Несмотря на то, что на картинках она выглядит нормально, у неё была треснута верхняя керамическая поверхность. В духовке шкаф открывался сразу на пол. Падал просто. В холодильнике не хватало полочек. Было сломано крепление морозильной камеры. И вообще он, в принципе, такой старенький был уже. Во многих местах шкафчики повздувались от влаги. По кухне было видно, что ей 15 лет. Поэтому мы позавчера весь день перевозили нашу новую кухню. Мы её нашли на ebay за 550 евро. Разобрали на месте всё, что разбиралось полностью. И за три раза перевезли всё вместе с техникой. В кухню у них входит духовой шкаф, керамическая поверхность, холодильник, раковина. Что там ещё? Вытяжка, естественно. Ну, вот эту я уже показывала мою отдельно покупали, посудомоечную машину. Здесь ещё, естественно, всё будет вот таким цветом. Всё будет закрыто, обшито. Это только половина сборки. Мы позавчера её только перевезли. Вчера первую половину дня занимались демонтажом старой кухни. И сразу же её в пять вечера у нас уже купили за 100 евро. Вместе со всем. Вот, и вторую половину дня муж занимался установкой новой кухни. Мы подбирали так, чтобы столешницу, в принципе, резать не пришлось. Но предыдущая кухня была длиннее. Вот так она выглядела у старых хозяев. И нам пришлось немножко укоротить столешницу с двух сторон. С этой стороны. А с этой стороны, наоборот, не хватало. Здесь нужно ещё сделать крепление, чтобы швальня была видна. Вот здесь мы немножко другой поставили уголок. Не 50 сантиметров, а 60. В общем-то, кухня собирается очень просто. Столешница просто лежит сверху, а шкафчики вы переставляете как хотите. Вот, очень классная вещь. Это вот эта карусель. Предыдущие хозяева докупали её отдельно к своей кухне. Здесь ещё идёт угловая дверка. То есть, всё закрывается. Я вам потом покажу, как это будет выглядеть. Ну, а пока, друзья, у нас тут вот такой бардак. Бардак, бардак переезда. Ту мебель, которую вы видите. Вот комод, например. Это мы купили у предыдущего арендателя. Вот, также диван. Ну, сейчас его плохо видно. Стулья вы уже видели. Столик мы тоже забрали бесплатно. Нашли на ebay. Ванная тумбочка нам не пригодилась. Вот этот шкаф мы тоже купили у предыдущего арендателя. В принципе, мы у него купили мебель, потому что очень-очень хотелось снять квартиру и побыстрее. Вот эти обувные полочки тоже. Вот так, в общем, выглядят квартиры у немцев. Тут сейчас будет шумно, там машинка стиральная стирает. Покажу вам немножко. Стиралку мы тоже взяли на ebay. За 140 евро, по-моему. Но она зато такая, как мне нужна. Мне нужны были режимы отжима 600, 800 и 1000. А у немцев в основном почему-то идут 1000, 1200, 1400. Но мне просто жалко отжимать мои вещи на такой скорости. Вот. Поэтому мы долго искали стиралку. Ну, как долго? Неделю. Ну, в принципе, долго. Подешевле. И взяли вот такую со всякими штучками, наворотами. Ну, она старенькая, но, тем не менее, у нее цифровой дисплей. Правда, немножко там битые пиксели уже. Ну, в общем, стирает. Также к квартире полагается кладовка. Она тоже находится там в подвальных помещениях. И там у нас тоже куча барахла стоит, поверьте. Все, что не нужно пока тут в квартире, все стоит пока там. Ну, а на этом, друзья, пока все. Я надеюсь, что вам было интересно. Надеюсь, что вам будет еще интересно в будущем узнать, как же все-таки получить мебель на халяву. Как вообще более экономно переехать. Что брать с собой, что не брать. Что мы будем везти назад в Украину. Потом, когда-нибудь, когда будем туда ехать. И что еще нам тут не хватает. И мы будем везти из Украины сюда. Спасибо, что смотрите мои видео. Хорошего вам дня. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok